Ролик был переведен с канала Курсот. Ссылки на оригинал его автора будут в описании. Lucky Draw. Уровень, который стремительно набрал популярность за абсурдный шанс прохождения, а именно 1 к 7 миллионам 529 тысячам 536, из-за которого люди задаются вопросом, а как он работает? С помощью игрока Blanket Edict я вам покажу, как генератор случайных чисел был встроен в уровень, и какие именно триггеры и вещи заставляют стены исчезать, а также само прохождение. Прежде чем пройтись по этому уровню, я вам должен пояснить за то, как гдшка работает. Итак, в Geometry Dash есть баг, который почему-то не был исправлен роптопом, где в режиме дуалов шейк-триггеры трясут не только экран, но и поверхность. Данная тряска может начаться во время движения как вверх, так и вниз. Но как это было выявлено? В гдшке есть встроенный генератор случайных чисел, который определяет многие штуки, как генерации частиц и сообщений в секретном хранилище. Когда активируется шейк-триггер, он берет нынешнее значение GSC в игре, устанавливает его как угол и после двигает экран на определенное расстояние в нужном направлении. Из-за бага, в котором поверхность зависит от движения экрана в режиме дуалов, она также двигается по случайным углам, что означает, что он движется в рандомном порядке на определенное расстояние как вверх, так и вниз. Этот баг используется вместе с коллежин-блоками, чтобы иконка снизу двинулась либо вверх, либо вниз. После обозначения направления игрок использует коллежин-блоки и, соответственно, получает ответ от уровня, в зависимости от исхода. Если мы взглянем на Lucky Draw в редакторе, то первое, что мы можем заметить, это 5 коллежин-блоков в начале, которые принимают участие в создании того самого ответа, зависящего от того, как двигался игрок. Первый коллежин-блок привязан к движению нижней иконки. Это значит, что первый блок последует за ней в момент движения вверх или вниз. Второй блок регистрирует движение иконки вверх, поскольку первому блоку необходимо тронуться выше для контакта с ним. Третий же используется по той же причине, только теперь он регистрирует движение вниз. Он работает аналогично второму. Четвертый и пятый блок не имеют отношения к регистрации движений, но о них все же стоит упомянуть. Это часть античита, созданная игроком Blanket Edict, которая определяет завершение и перезапуск отдельных трясок. Для тех, кто не знает, Lucky Draw разделен на две части. Первые 46% состоят из 19 отдельных шейк-триггеров, которые отвечают за выключение стен с шипами, благодаря использованию коллежин-блоков вместе с движением иконок из-за бага с поверхностью. После первых 19 трясок появляются еще 19, которые отвечают за случайную генерацию шанса уничтожения последней стены на 96%. А это 36507, деленное на 2 в 19 степени, что равняется 6,96%, что при округлении дает 7%. Эти первые 19 трясок объяснить достаточно просто. Есть шейк-триггер перед каждым из 19 стен. Каждый из 19 стен исчезает с вероятностью 50 на 50. Момент ее исчезновения или нет определяется в порядке, в котором первый коллежин-блок задевает второй и третий. Задев не тот блок, стена из шипов останется. Но задев правильный блок, стена исчезнет. Для первой, второй, третьей, четвертой, пятой, седьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, семнадцатой и девятнадцатой стены первый коллежин-блок должен опуститься. Для шестой, восьмой и восемнадцатой стены он должен подняться. Довольно просто, не так ли? Следующая часть. После прохождения 19 стенок есть шанс в почти 7%, что последняя стена на 96% исчезнет. Как только вы зайдете в данную часть уровня, он начинает высчитывать сгенерированное значение, в зависимости от того, какие коллежин-блоки вы задели. Если значение меньше 36507, то шипы в 96% исчезнут. В ином случае они останутся и вы умрете. Но как же высчитывается данное значение? Я вам сейчас объясню. Во втором парте есть еще 19 шейк-триггеров, и каждый из них все еще двигает иконку на поверхности из-за бага, благодаря чему создается контакт между первым коллежин-блоком со вторым или с третьим. Если во время тряски первый коллежин-блок пересекает второй коллежин-блок, то со значением ничего не происходит. Но если он пересекает третий коллежин-блок, то значение изменится по формуле 2 в степени номера триггера минус 1. Это значит, что, допустим, если пятый триггер двинет первый блок третьему, то по формуле выйдет ответ 16, что добавится к общему значению. Для большей наглядности я вам дам пример неудачной попытки в сравнении с победной. Итак, что будет, если игрок заденет третий коллежин-блок в триггерах 7, 12 и 18? Нам нужно вставить формулу номер седьмого триггера, что даст нам число 64. Двенадцатый триггер даст нам ответ 2048, а восемнадцатый даст число 131 1072. Как только мы сложим все это, мы получим конечное значение 133 184, что больше, чем 36 507, из-за чего шипастая стена останется, и вы умрете. Теперь рассмотрим вторую попытку. Игрок задел третий коллежин-блок в триггерах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 15. Не буду вас доканывать этой математикой. Вы сами можете посчитать, но после того, как эти значения попадут в формулу, в сумме мы получим 33 790, что меньше, чем 36 507. И стена шипов исчезнет, после чего вы пройдете уровень. Знаю, что информации много, и, честно сказать, я не умею хорошо объяснять, но я надеюсь, что вы поняли, что я пытался донести на протяжении всего видео. Еще раз, большое спасибо BlanketEdit за помощь в создании видео. Ссылка на канал будет в описании. Вы все должны на него подписаться. Благодарю вас за просмотр. Скоро увидимся. Перевел Готэ, редактировал Видон, озвучил Готэ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки с колокольчиком. Не забывайте про мой бусте, где вы можете поддержать выход моих роликов на канале. Также пишите в комментариях названия тех роликов, которые вы хотите увидеть переведенными. Ссылки на оригиналы у автора в описании. До скорого. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...